Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит. С вами Елена. Бездрожжевые пирожки с луком. Мой фирменный рецепт. Все быстро, просто. А самое главное, посмотрите, какие они аппетитные. Готовится буквально за 15 минут. Отличное нежное тесто кефирное. Я угощаю вас, а вы угощайте своих близких. Ммм, горяченькие, ароматные. Готовим вместе, поехали. Для рецепта я взяла домашний кефир. Если будете брать в магазин, то берите от 2,5% жирности. Высыпаю в него сахар, соль и соду. Все точные количества смотрим, как обычно, под видео. Перемешиваю. Нам нужно, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром. Разбиваю яйцо. И за 2 приема просеиваю муку. Сразу не буду все высыпать, потому что жирность яйца, жирность кефира и размер яйца имеет значение. Грамм 50 оставлю. Убираю венчик. Собираю тесто руками. Тесто получается очень-очень нежным. И самое главное правило для теста, это, конечно, не перебить его мукой. Поэтому здесь нужно чувствовать, руками вымешивать, чтобы лишней муки не было. Так, я еще просею. Тесто очень подлипает. Смотрите, друзья, как у меня выглядит тесто кефирное. Видно, что оно подлипающее. Вымешивать его долго не нужно. Так вот стало более-менее однородным. И этого достаточно. Минуты 3-4 где-то я его вымешивала. Смотрите, какими движениями вытягиваю его. Добавляю растительное масло в самом конце. Так, чтобы мне его собрать. Пару столовых ложек. Так, вот смотрите, какое оно получилось. Очень-очень мягкое, нежное и не подлипающее. Убираю его в холодильник на 30 минут прямо в этой миске. Свежую зелень лука нарезаю немелко. Вот так. Выкладываю в миску. Солю. Добавляю сразу черный перец. Делаю это по вкусу. И толку. Чтобы лучок мягче стал. Так, достаточно этого. Натираю сыр. Дела российский, обычный. На среднюю терку. Можно любой творожный добавить. Даже можно творог добавить. Делала вкусно очень получается. Экспериментируем. Ох, лук хороший. Выкладываю размягченное сливочное масло. И перемешиваю. У нас получается такая, как намазка. Смесь луковая. Такая вкусная. Нужно обязательно попробовать на соль, перец. При необходимости добавить. Вот такая вот. Аппетитная какая. Стол присыпаю небольшим количеством муки. Выкладываю тесто. Смотрите, как оно выглядит. Очень-очень мягкое. Липнущее. Вот таким должно быть тесто. Сверху тоже немножко присыплю. Очень-очень нежное и мягкое. Вот таким должно быть кефирное тесто. Посмотрите, какое мягкое. Нарезаю на кусочки. Так, здесь у меня наши луки. Так. На небольшие кусочки буду готовить небольшие пирожки. Вот на такие. Пользуюсь мукой. Не стесняюсь, чтобы ничего у меня здесь не прилипало. Растягиваю в лепешку кусочек теста. Выкладываю начинку. Приблизительно где-то чайную ложечку. Растягиваю. И смотрите, как я закрепляю. Свернула. Вот здесь вот прямо. Смотрите, какое липнущее тесто. Оно очень хорошо слепляется. Свернула начинку и залепила ее, чтобы она у нас никуда не вышла. Обязательно слепляем. Так, вот такой вот у нас получился первый пирожок. Масло у меня греется. И я продолжаю дальше лепить. Смотрите, друзья, масло у меня прогрелось. Я туда кинула кусочек теста. Выкладываю свои пирожки. И обжариваю с двух сторон. Смотрите, как по объему увеличились у меня пирожки. Пузырчатые, вот без грамма дрожжей. Смотрите, какое великолепное тесто. Я хочу, чтобы вы обязательно приготовили по моему рецепту. Переворачиваю. Ой, хрустящая корочка, как же это вкусно. Написали комментарий. И угостили своих родных и близких. До новых встреч. Пока-пока.